Мы начинаем с итогов единого дня голосования. Накануне в России состоялись выборы депутатов седьмого созыва Госдумы и местных законсобраний, а также глав регионов. К этому часу обработано уже 93% протоколов, и больше всего мест в Нижней Палате получает Единая Россия. По партийным спискам у нее 140 мандатов. По одномандатным округам еще 203. Таким образом, единороссы займут более двух третей думских кресел, что обеспечит партии конституционное большинство. Такие предварительные данные обнародовала сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ну а за второе место борются КПРФ и ЛДПР. Коммунисты по партийным спискам набирают более 13,5%. Либерал-демократ 13,24%. Это 35 и 34 мандата соответственно. Ну и плюс еще несколько мест по одномандатным округам. У Справедливой России результат вдвое меньше. 6 с небольшим процентов по одному мандату в Думе получают партии Родина и Гражданская платформа. Проходит и еще один самовыдвиженец. С большим отрывом кандидаты от Единой России лидируют на выборах в региональные законодательные собрания. И серьезных изменений этих результатов, по мнению Эллы Памфиловой, ждать уже не стоит. Скорее всего, возможны только небольшие корректировки. Явка в целом по России по последним данным составила около 48%. Сейчас в Центр избирком, где продолжается оглашение предварительных итогов выборов. Вновь на прямой связи наш корреспондент Дина Иванова. Дина, еще раз вас приветствую. Какие уточнения есть к этой минуте по цифрам? И расскажите подробнее о данных по регионам и о результатах выборов глав субъектов. Здравствуйте. Буквально несколько минут назад здесь завершилась пресс-конференция главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Этой беседы журналисты, конечно, очень ждали. Я отмечу, что именно сюда, в информационный центр, стекаются данные со всей страны. Абсолютно из всех регионов. И благодаря государственной автоматизированной системе выборы получить оперативную информацию можно в максимально короткие сроки. А каковы самые свежие данные, самые актуальные цифры на эту минуту по явке и по количеству уже обработанных бюллетеней, рассказала Элла Памфилова. Давайте дадим ей слово. Уже обработано более 93% протоколов, что позволяет нам подвести предварительные результаты выборов. Ну, по явке явка у вас, вот видите, она меняется. Вот пока только мне писали, буквально недавно 47,9. Вот здесь вот 47,81. То есть она в прямом эфире меняется. Ну, явка как явка. Отмечу, что какой бы явка ни была, принципиально она никак не повлияет на исход голосования, потому что минимального порога явки в нашей стране не существует.